Всем привет! Сегодня посмотрим мы игру на фасткапе. В лузер-сетке уже играют достаточно два очень опытных сильных аиммера. Это Мозила и Рой. Ну, соответственно, это не Рой, это Мозила и Дирол. И карта будет Аим Хэдшот. Ну, соответственно, Лолюха, вот этот у нас Дирол. Ну, Мозила, соответственно, это Мозила. Ждем пока ребята начнут свою баталию. Соответственно, тот, кто проиграет уже в лузер-сетке, пойдет пить чай, кушать, обедать. Дальше он турнир не продолжит. Один из них должен будет уйти. В данном капе у нас про статус разыгрывается на 64 человек. Но с этой 64 мне набрали. Набрали что-то порядка 49-50 человек. Но в любом случае они поборются вот за этот про статус. С ними статус очень долгий будет кап, несмотря на то, что это Аим. И за лузер-сетке. Погнали смотреть. Закуп на данной карте запрещен. Первые выстрелы пошли. Уже Мозила на 30 хп потерял. Разведка боем. Очень приятно смотреть, что ни один из ребят не садится, не жмет клавишу Ctrl. То есть хотят все-таки увидеть, кто из них сильнее играет. Пока 1-0 в пользу Диролки. Мозила совершенно неожиданно, которому пророчили победу в капе, вылетел в первой же игре против Виннер ЖК. Проиграл он 16-13. Карту, к сожалению, я уже забыл, запамятовал. Смотрите, 3-0 уже что-то Мозила сдает позиции. Ну, что касается Дирола, у него Аим-то хорошее. Поэтому вот этому человеку и не нужно. Вот, вижу, немножко он прицел подопускает. Соответственно, пытается не на пульки, не по патрону, не по два брать, а именно такими полу-рандомами попадать. Возможно, тяжеловата текстура для него. Потому что действительно сливается все на этом фоне. Вот у меня сейчас в данный момент все нормально видно. Вот если это стандартный КФГ, как у меня на другом аккаунте, то там действительно все сливается, там человечков почти не видно. 4-1, впереди Диролка, 4-2. Достаточно большой пинг у Диролки. Мозила, воспользовавшись этим, две чешки подряд вешает. Посмотрел, снова там же появился Диролка. Возможно, сейчас в свою колею встанет Мозила, несмотря на то, что он пока проигрывает. Здесь нет сильной стороны. Чем хороша эта карта? То, что здесь не надо стрелять против темной, против светлой стороны. Все светло, все видно. И только модельки будут различаться КТ и Т. 5-5. Между тем, Мозила с 3-0 вытягивает уже на ничейку. Дальше интереснее. 6-5. В основном народ, конечно, любит вот за этими ящиками совершать стрельбу. То есть стрейфится туда-сюда, туда-сюда. Некоторые люди могут и здесь через дырочки пострелять. Вот здесь поверх вот этих коробок видны головы. И по ним тоже здорово шмалять. Вот сейчас Мозила попал по этой голове. И уже впереди, кстати, Мозилыч ведет 7-6, хотя проигрывал 3-0. Но еще раз говорю, это не показатель. То есть он может сейчас ввести 7-6 и проиграть эту карту. Ну, там, допустим, 16-10. Потому что нет сильной стороны, как на других картах. Здесь все четко. Так, ну что, 8-7 все-таки заканчивает первую половину. Впереди Мозила. Теперь он будет за синих играть, за КТ, за красных, за террористов и будет играть в Диролу. Да, 9-7. 9-7. Уверен, было бы очень тяжело играть тому же Мозиле и Диролу, если бы здесь играл какой-нибудь Control Man. Потому что, действительно, когда человек приседает встает, его практически здесь не видно. С текстурами он сливается. Так, ну вот в тело попал. Нормально, добил. 9-8. Попадает снова. И Мозила сносит голову. 9-8. Попадает снова. Интересно все же, кто покинет лузерсетку и пойдет играть другие капы. Он пока ближе к этому Диролу. Дирол. Достойная, достойная игра. Здорово сейчас. Появился сразу, залепил в бубен. Пора переключиться на Диролу. Диролу нервничает, мне кажется. Потому что прячется за ящиком. 32 хп. Ну, один патрон, в принципе, попасть ему. Да, вот что и делает. Попытался забежать вот за эти ящики и засесть. Не получилось. Да, вот. Залепил немножко в ухо ему и добил уже в тело. 13-9. Есть шанс все-таки еще по Диролке. Но вот в открытую так стреляться с Мозилой тоже, наверное, не стоит. Потому что все-таки АИМ Мозила посильнее будет, мне кажется. Но решил Диролка постреляться. Уже по респе понимает, где находится Дирол. Да, пока я вижу рандом на этой карте. Рандомы 15-9 и 6 матчпоинтов впереди. Мозила и может сейчас завершить. Он этот раунд не завершает. 15-10. Есть все-таки хоть какая-то надежда у Дирола. Но если сейчас в голову не получит, он слишком в открытую стреляется. Перестреливает Мозилу в этом раунде. 15-11. Да. Попадает, жмет и не успевает засесть. 16-11. Мозила продвигается дальше по лузер-сетке. Ну, не знаю, в каком месте желает Мозила лучше. Удачи Диролке. Диролка вылетает из капа. И дальше он не сможет продолжить выступления на данном турнире. Будут другие турниры и во имя, и в других ладерах. Дальше лучше. Прервемся. Посмотрим, есть ли у меня игра. Следующая тоже в лузер-сетке. Если нет, то постримим еще одну игру. Не переключаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...